Ребята, привет! Меня зовут Юля, а я географ, и мы с вами сегодня поговорим про мегалодона. Жаль, что это не личная встреча, но зато у нас здесь прекрасное место, и вы видите все чудесные объекты, даже те, которые попадают в склады, включая этого огромного человека, будем считать, что он наш главный помощник. Для начала попробуйте вспомнить, что вы вообще знаете про мегалодон. Вы наверняка многое читали или смотрели, и многие из вас даже, скорее всего, верят, что где-то мегалодон существует. Вот сегодня мы попробуем разобраться, действительно ли он может где-то прятаться, или у него не осталось никаких шансов выжить на нашей планете. Для начала подумайте про размер. Когда спрашиваешь, какого размера реально мегалодон, все говорят, что он очень большой. Но вот вспомните какие-то объекты крупные, которые вы видите регулярно, или которые даже, может быть, видите редко. Наверняка все в зоопарке встречались со слоном или жирафом, видели стандартные дома, допустим, пятиэтажные. И на самом деле мегалодон гораздо больше, чем все это. Вот этот наш помощник, он примерно двухметрового роста. Мегалодон в 9-10 раз больше, ну, если поставить его вертикально, прямо на хвост. Соответственно, он даже больше, чем пятиэтажный дом, примерно на этаж, и почти в 6-7 раз больше, чем слон с канганом. То есть это действительно огромная акула, которая когда-то плавала на нашей планете. Самому молодому мегалодону, останкам, которые человек нашел, чуть больше, чем 2,5 миллиона лет. Более современных, более младых останков мы пока не нашли. А вот сейчас попробуйте подумать, как мы вообще догадались, что мегалодон жил, если за последние 2,5 миллиона лет таких акул вроде как не существовало. Откуда мы знаем о том, что он когда-то плавал в воде, Кириллыч. Если бы вы сидели прямо передо мной, я бы, конечно, попросила вас подумать над ответом. Какое-то время вам бы на это дало. У нас бы появился список неких возможных способов найти древних животных, вообще мегалодонов в частности. Поэтому давайте я вас попрошу выключить это видео, поставить его на паузу, на буквально половину минуты, и набросать какие-то варианты. Ну что, я надеюсь, что перед каждым из вас теперь лежит хотя бы маленький список из возможных отставков мегалодона, которые мы можем сейчас найти. Самые внимательные могли заметить, что на столе есть подсказка. Это зубы акул. Вот смотрите, ребята, это тоже зубы древней акулы. Они, правда, совсем маленькие. Это не мегалодонные зубы, а какие-то древние акулы акулы. Но формы у них очень похожи. Самое интересное, что обратите внимание на их корни. Вот они небольшие и таким широкой галкой, птичкой, направленные в разные стороны. Очевидно, что такие зубы, они не глубоко заходят в челюсть. У многих из вас уже выпадали молочные зубы. Вы видели, что у них совсем маленькие крышки, практически не видно. Но при этом наверняка многие представляют себе, как выглядит коренной зуб человека. Там корни часто длиннее, чем сам зуб. Наши зубы, они коренные. Они уходят далеко туда в кожную ткань, крепятся. И мы пользуемся им всю жизнь после того, как молочные уже ушли. У акулы все происходит не так. Вот эти мелкие корешки, они крепятся совсем близко к поверхности десны. И легко выпадают. Акулы кусают постоянно своих жертв. Зубы могут выпадать, на их место приходят новые. Поэтому некоторые акулы за жизнь теряют несколько десятков тысяч зубов. И они совершенно не боятся остаться без зубов. Ну вот теперь посмотрите сюда на, собственно, размер зуба мегаладона. Он размером с такую взрослую ладонь или даже две. Вот у меня небольшие руки, у меня зуб точно на двух ладошках поместится. Краешки у него, как мелкая пила. И акула вгрызалась в свою жертву, трясла водоносанное мясо, раздирая на отдельные волокна. И так ела. Зубы в челюсти у акулы, в том числе и у мегаладона, располагаются, их много, мы сказали. И они располагаются такими рядами и сели. Когда один зуб попадает, на его место подбегается нога. А вся челюсть мегаладона огромная. Вот по сравнению со средним взрослым человеком, можете увидеть, да, что человек никакой мог бы зайти просто в пасть и даже не поцарапаться. Ребята, ну вот мы с вами выяснили, примерно какого размера были акулы мегаладоны и какого размера их зубы. А вот сейчас подумайте, где такая большая рыба, большая акула могла бы жить? Какие у нее преимущества, вообще недостатки? Удобно ли быть таким большим животным? Сколько еды нужно? Вот эти все особенности, которые отличают мегаладона от прочих живых организмов, напишите в список. Поставьте плюсы или минусы. Как вы считаете, вот это конкретное качество, это достоинство или недостаток мегаладона? К сожалению, я отсюда не могу догадаться, какие точно качества мегаладона вы перечислили. Но могу предположить, что если все ваши списки мы соединим в один, то там точно встретятся хотя бы несколько раз, какие качества, как размер. А размер самый большой, да, означает, что этой рыбине нужно много еды. Значит, что эта рыба не может жить там, где еды мало. Плюс у нее очень мощные зубы, вы с вами сказали, да, которые меняются на протяжении всей жизни. Это значит, что мегаладон может охотиться. И это действительно серьезный охотник, который на вершине пищевой цепи находится. Ну вот, пожалуй, вот эти качества точно вы перечислили. А остальные вы можете отправить нам, и мы их точно покомментируем, если вдруг не будет никаких комментариев дальше и вы сможете. Вот, чтобы теперь разобраться с вашим списком и посмотреть, что действительно являлось преимуществом, а что недостатком мегаладона, нужно разобраться поподробнее, в каких условиях он жил и какие условия на него влияли. Вот если говорить про места обитания мегаладона, то мы можем говорить только о тех местах, где его зубы найдены. Но зубов достаточно много, поэтому и расселение мегаладона по планете, по океану мы знаем довольно хорошо. Мы точно знаем, что он любил теплую водичку, соответственно, жил преимущественно в тропинческих водах, в умеренных широтах и предпочитал неглубокие места вдоль материков. Там, очевидно, гораздо больше еды и рыбы, и моллюсков, и даже планктона. Конечно, планктон мало интересует акулу, но если есть планктон, то много других обитателей промежуточных в этой пищевой цепочке. Почему ему не нравилось в центральных частях океана? Там мало еды. Ну вот представьте себе сейчас, в какие-то времена, там, несколько миллионов лет назад, вот этого Панамского перешейка, который соединяет обе Америки, не существовало, вся эта территория была под водой. И вот здесь как раз плавали самые огромные акулы и находили себе довольно много, в некоторых случаях, зубы меглодона находят даже на суше. Например, вот в нынешней Европе. А это не значит, что меглодон умел ходить по земле, а значит, что просто эти территории, в то время, когда здесь жила огромная акула, были под водой. И потом они вышли из-под уровня моря, морские донные осадки, отложения, да, стали сухопутным грунтом, в котором можно вполне найти зуб древней акулы. И там многие из вас думают, что меглодон прячется на огромных глубинах до сих пор. И самое любимое место, где все надеются, юные исследователи, особенно найти меглодон, это Марианская впадина. Самое глубокое место на нашей планете. Она находится прямо здесь, в западной части Тихого океана. Это гигантский глубоководный желоб, где Тихоокеанская плита меняет под Евразию. Глубина здесь почти 11 километров. И вот давайте вместе подумаем, мог ли меглодон спрятаться на такой глубине. Во-первых, мы уже сказали, что меглодон из огромного размера нужно очень много еды. И вряд ли на больших глубинах он действительно найдет себе достаточно пищи. А во-вторых, сам размер означает, что на эту рыбу, на площадь ее поверхности давит очень много воды. И на таких глубинах больших слой воды будет очень большой. И это неизбежно приведет к деформации тела огромной акулы. Даже современные маленькие рыбки размером в полметра, которые заплывают на глубине 4 километра, прямо здесь, в Марианской впадине, испытывают на себе вес, равный 40 памятникам Петрукену. Все наверняка видели этот огромный памятник в центре Москвы, возле Центрального дома художника. Вот 40 таких памятников будет давить даже на небольшую рыбу. А огромный меглодон с большой площадью тела, там пропорционально, значительно больше таких памятников окажется давящими сверху. Есть еще одна история, связанная с большой глубиной. Вообще во всех океанах есть так называемый термоклин. То есть теплая вода, которая как раз насыщена питательными веществами и вообще имеет достаточную температуру, чтобы не замерзала большая часть организма, она расположена только в верхнем слое всех океанов. С какой-то определенной глубины, обычно это 500 метров или 1000 метров, температура уже не меняется и она очень низкая. То есть она будет держаться на уровне примерно 4 градуса выше нуля. Естественно, при таких низких температурах выживать могут только очень немногие виды и их количество и их общая масса будет гораздо меньше. При этом, почему температура сверху гораздо выше, чем на глубине? Ну, во-первых, понятно, что нагревается вода от солнца. И очень глубоко солнечные лучи не могут проникнуть, не могут прогреть его в большой глубине. Многие из вас, возможно, вспомнили, что есть источники тепла даже на дне морском. Например, всякие извержения вулканов, может кто-то что-то читал про черных курильщиков. Но даже если вот такие точечные печки встречаются на дне океана и нагревают немного воды вокруг себя, то эта теплая вода будет все равно стремиться наверх. И она никогда не нагреет полностью дно океана. Ну и давайте проведем небольшой эксперимент и посмотрим, как будет себя вести горячая и холодная вода и как они соотносятся между собой. Вот здесь в большой банке у нас находится вода комнатной температуры. А вот в этих двух маленьких пузырьках холодная вода и горячая вода, они раскрашены в разные цвета. Вот мы сейчас попробуем опустить баночки в эту воду и посмотрим, что будет происходить. Будут ли они легко перемешиваться. Сначала я беру банку с холодной водой и аккуратно опускаю ее на дно. Не очень вытекает. Видите, куда течет вода от банки? Вот этот зеленый слой. Вода начинает стелиться по дну. Ставлю вода. Кажется видно, что зеленый слой, конечно, я рукой взмучиваю воду, но зеленый слой преимущественно остается на дне. Теперь я возьму теплую горячую воду и сделаю то же самое. Посмотрите, куда идет розовая вода. Довольно хорошо видно, что она стремится больше наверх и перемешается с верхними слоями, в то время как зеленая старается остаться внизу. Конечно, рано или поздно эта вода перемешается, температура выровняется. Но пока есть разница в температуре. Холодная, тяжелая вода остается внизу, а теплая, легкая стремится наверх. Именно поэтому даже в океане вода не перемешивается. То есть верхний прогретый слой, он так и остается наверху. Если снизу есть теплые источники, они тоже стремятся наверху эти воды. И в целом органическая вода очень тяжело перемешаться. А теперь подумайте, как вот это распределение температур с глубиной могло повлиять на мегалодон. И был ли у него шанс спрятаться в Марианской впадине. Мы уже назвали много причин. Там очень большое давление, там явно не очень-то много еды. И еще и низкая температура, которая держится все время и никогда не прогревается. Мог ли он там спрятаться. Есть еще одна интересная вещь, про которую стоит поговорить с точки зрения размера недоладона. И по сравнению с другими животными. Связано это с площадью поверхности тела. Вот смотрите, чем крупнее зверь, тем меньше площадь его поверхности на единицу объема тела. Это довольно легко понять, если взять два кубика или вот, например, две книжки. Вот если это единый объект, то площадь поверхности, вот все, что вокруг, все обложки. Если я возьму две отдельные книжки, то объем останется тот же самый, суммарно я сложу вот этот объем и этот. А к площади поверхности добавится вот эта часть и вот эта часть, которые когда-то были в самой середине единого объекта. И так получается, что когда большое животное, в единицу объема его тела приходится гораздо меньше поверхности кожи, если хотите, или шкуры, чем у маленького животного. Получается, что когда мы держим это вместе, это одно тело, это, допустим, наш мегалодон. А когда мы разделяем пополам, то есть это два отдельных зверя, это вот два огромных слона. Ну, а в любом случае, они в данном случае в два раза меньше, чем наш мегалодон. Теперь есть такая штука, как обмен веществ или метаболизм. Мы все, нам всем нужна энергия для жизни. И для того, чтобы ее получить, мы употребляем пищу, ее перерабатываем и получаем энергию. Но через поверхность нашего тела, через кожу, через шкуру животных, мы энергию частично теряем. Соответственно, чем больше поверхность тела, тем больше энергии потеряет это животное. Вот хорошей метафорой метаболизма является горение. Вот смотрите, маленький зверек, какой-то маленький слоник сгорает очень быстро. А вот огромный мегалодон, который в нашем случае свечен, он горит очень медленно, потому что он мало энергии тратит, в нашем случае, да, через, просто на потери, через лучшие поверхности. Вот смотрите, слоник за очень короткое время почти полностью сгорел, а мегалодон все еще прекрасно себя чувствовал. В целом у нас, получается, есть как бы два фактора. Есть площадь поверхности, есть метаболизм. И вот у этого метаболизма, или обмен веществ, есть скорость. И чем больше площадь поверхности на единицу объема и массы тела, тем быстрее происходит обмен веществ. Соответственно, чем быстрее обмен веществ происходит, тем быстрее организм изнашивается, потому что зверьку маленькому особенно нужно много еды. Часто во время приема пищи накапливаются еще всякие отходы, токсины в организме. И в целом у нас, получается, есть некоторая тенденция. Чем крупнее зверь, тем обычно он дольше живет, просто продолжительность жизни гораздо больше. А маленькие зверюшки живут очень мало, каждая отдельная оса. И вот из-за этих вещей появляется довольно специфический эффект, который важно нам понять, для того, чтобы понять, что случилось с мегалодономом. Помните, что это один из самых крупных живых организмов, который на планете жил. И каждый отдельный мегалодон, если только ничего страшного с конкретной особи не произошло, очевидно, жил намного дольше, чем многие другие его современники, но меньшего размера. В долгозрочной перспективе это может быть не очень хорошо. Кажется, что если животное живет долго, значит, у него все здорово, и он вообще прекрасно должен себя чувствовать. Но природные условия постоянно меняются. И мы к этим условиям адаптируемся, мутируем, эволюционируем, меняем свои качества, приспосабливаемся к среде. Так вот, если мелкие животные успевают за несколько сотен лет несколько особей измениться, поколений, и каждая новая особь присоединяет новые какие-то свойства, получает новые какие-то характеристики тела, особенности поведения, которые помогают ей лучше и лучше жить в ног в меняющихся условиях, то мегалодон за время поколений мелких животных живет один. Изменения он накапливать не успевает. И, видимо, просто не очень успевает эволюционировать средь заменяющимися условиями. Ребята, спасибо вам большое, что смотрели до конца это видео. Мы старались. Я надеюсь, что вы поймете то, что у нас получилось снять. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам на почту университета детей. Мы постараемся все разъяснения дать. И попробуйте сами продолжать исследовать эту тему. Есть масса книг по палеонтологии. Попробуйте изучать древних животных своими силами. Тем более сейчас достаточно для этого времени на карантине. Кроме того, вы можете какие-то эксперименты попробовать сделать дома. Например, вот эксперимент с горячей холодной водой, который мы вам показали, вполне можно повторить. Только, пожалуйста, будьте аккуратны скидутком. И не берите горячий стеклянный банк. Спасибо.